Новый год – действительно важный семейный праздник. Одна из причин этого – создание новогодних вещей по Angry Birds. Ну как же? Если вы помните эту замечательную франшизу, ставьте лайк. Ведь сегодня мы погрузимся в тонну воспоминаний о том, как птички отмечали Новый год на прилавках магазинов. Я хорошо запомнил сладости. Например, вот эти желейки, которые прям таяли во рту. Новогодняя пачка. К сожалению, других я не помню. Только ехали они ко мне, точнее к моей маме, эти вкусности через Европу в Китай. Но да ладно, следующая вкусняшка – это новогодний шоколотный. Да, шоколадная. Где подрабатывает скелет? Яйцо. Такое было. Я его даже пробовал. Там попадалась новогодняя игрушка по Angry Birds. Точных фото найти я не смог. Нашел только фотку уже более поздней версии таких яиц. Я пробовал вот такое вот яичко точно. И не так уж и давно. Но я даже не уверен, что оно новогоднее. Я также нашел такой вот подарочный набор с конфетами. Какие точно там были конфеты, я не помню. Но я точно запомнил эту коробку. Она была у меня. Ну и нельзя не сказать про Милку, ведь она очень часто выпускает годные конфетки под Новый год. Делали они конфеты и шоколадки с Angry Birds. Однако пробовал я только шоколадку. Да и то у моего дяди. Мне их не покупали, но выглядит упаковка довольно прикольно. И не покупали мне их по довольно банальным причинам, потому что Милка как сейчас, так и тогда была, как по мне, довольно дорогим шоколадом. Также я вспоминаю лимитированные леденцы по злым птицам на Новый год. Правда, я не нашел их сейчас. Возможно, они просто созданы были какой-то левой компанией, у которой даже не был контракт с Ровио. Или это просто какая-то компания о дяде Вове, который там сам нахимичил себя на кухне и начал производство. Кстати, вот еще одна вариация подарочных наборов. Уже более новая. Я ее не видел никогда, но форма елочки довольно-таки прикольная. А сейчас не совсем уже новогодний хавчик, но тем не менее он заслуживает внимания. Ведь я его видел на прилавках на Новый год. Первый это холодинка. Такая конфета, охлаждающая ротовую полость. А так нифига она не охлаждает, честно говоря, я бы проверял. Хотя, может, это я странный. Но, по крайней мере, ощущение у нее как от мятной жвачки. Ну, думаю, вы знаете, там такое вот охлаждение идет небольшое. Хотя на деле это никакое не охлаждение. Ну и еще жевалка по Angry Birds Go, которая являлась одним из немногих мерчей по данной замечательной игре, о которой я скоро уже сниму видео. Это была просто жвачка, но довольно прикольная. Типа тянучки, такие у Чуба-Чубсика были. Ну ладно, хватит трындеть о еде. Давайте поговорим об игрушках. Я видел много плюшевых, как официальных, так и неофициальных. Часто обычным игрушкам злых птичек пришивали просто шапочки всякие. Но были официальные такие выпуски. Правда, стоили они дорого, так что легче на рынке купить у бабушек. А вот из украшений. Я видел когда-то на базарщике вот такой вот шарик. Да и не только с Чаком. Кстати, он вроде был гипсовым. Но это мне только так казалось. На деле он был обычным шариком. А что там по одежде? Существовали, конечно же, носки по Angry Birds на Новый Год. Но это классика. Носочки, наверное, на Новый Год существовали по каждой мультивселенной. Пример костюм Реда или Чака. По крайней мере, как я помню, их на Новый Год всегда выставляли на первые полки магазинов. Ибо тогда это был, так сказать, культовый товар. Специально делали якобы скидку и говорили, что это отличный карнавальный костюм. Однако у меня такого никогда не было. Очень жаль. Надеюсь, что когда-нибудь будет. Например, в 50 лет. Но в принципе найти весь новогодний мерч почти нереально. Были кружки, тарелки, да что угодно. Возможно было расставить все обычные свои игрушки по Angry Birds под елочкой. Или украсить ее Иби. Потому что это было реально атмосферно. Согласитесь, это все делало Новый Год атмосфернее. Ведь смачная расстановка игрушек по злым птицам была действительно крутой. Ну кому как? Пишите в комментарии, если у вас Новый Год был так же, как у меня, и весомо связан с Angry Birds. Может вы украшали елку игрушками Angry Birds. Может играли в злых птичек на Новый Год. А может быть даже придумали свою настольную игру с ними. Ну и я желаю всем счастливых каникул. И я не прощаюсь навсегда. До скорых встреч, друзья!